Привет, ребята! Это Фудсторм и я, Антон Романов. Сегодня у нас та самая панакота. Сейчас вы видите белую жидкость в кастрюле. Это сливки 22% 600 мл. В оригинале используется 50% сливок и 50% молока. Но мне так вкуснее и текстура панакоты получается лучше. Также нам нужен желатин. Я использую только желатиновые листья. И на это есть много причин. Каждый лист весит 5 грамм. Удобно считать. Они не придают дополнительного вкуса. С ними легче обращаться. А текстура готового десерта получается более гладкой и прозрачной. Еще нам нужен термометр. Для панакоты я выявил идеальную пропорцию. 5 грамм желатина на 300 грамм жидкости. Подогреваем сливки до легкого кипения для дистилляции, стерилизации сливок и более насыщенного вкуса. Добавляем 100 грамм сахара. Перемешиваем. Когда сливки горячие, они кажутся переслащенными. Но при охлаждении сладость теряется. Добавляем 4 листа кафирского лайма. И ждем, пока сливки остынут до 55-65 градусов. А тем временем в холодную воду закидываем листья желатина и оставляем, чтобы они размякли и стали как медуза. Достаем листья кафирского лайма. Проверяем температуру. Если все ок, закидываем желатин. Достаем его. Отжимаем. Добавляем его в сливки. Перемешиваем. И даем полностью раствориться. Разливаем по формочкам. Я использую шоты. Убираем в холодильник на 2-3 часа. Чем больше порция, тем дольше будет застывать. Очевидно. Перед подачей панакотто лучше достать из холодильника на 10 минут, чтобы текстура десерта стала еще более гладкой. Если ваш вариант подачи панакотто на тарелке, то разлейте ее по металлическим формам. А перед тем, как выложить, окуните формы в горячую воду на 1 секунду. Но так, чтобы не попало в саму панакотто. И она легко отойдет от стенок. А вот и гранита. Мандариновый снежок в сочетании с лаймовыми сливками. Очень вкусно. Вместо листьев лайма можно использовать все, что угодно. Розмарин, апельсиновую цедру, молотую паприку. Все, что ваша фантазия вам позволит. Главное, занимайтесь едой и ставьте нам лайки. Это был Фудсторм и я Антон Романов. Пока!